С нами на связи Дмитрий Чубенко, спикер. Есть ли у нас связь с Дмитрием? Да, есть у нас связь. Сейчас мы как раз с ним и пообщаемся. Дмитрий Чубенко, спикер областной прокуратуры Харьковской области. Мы как раз хотели с ним обсудить ситуацию с постоянными обстрелами города Харькова, Харьковской области и те преступления, которые происходят там, совершаемые российскими захватчиками. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер. Слышно ли меня? Здравствуйте, да, все в порядке, слышно. Добрый вечер еще раз. Итак, вот если говорить о ударе в ночь, точнее вечером понедельника по Госпрому, это уже третий удар, по сути, от которого страдает это здание. Вот предыдущие там были с небольшими, что называется, последствиями. Там пострадало в основном остекление. Сейчас же уничтожены сразу несколько, ну фактически очень повреждены сразу несколько этажей. На ваш взгляд, вот в чем главная причина того, что российская армия вот так бьет именно вот по этому объекту? Считает ли она его каким-то символом или, возможно, считает его абсолютно легитимной целью по каким-то своим собственным соображениям? Ну, какой-то логики в действиях российских военных не наблюдаются. Удары абсолютно хаотичные, удары по гражданской инфраструктуре, удары по многоэтажным жилым домам. Военных целей этими ударами они никаких не достигают и фактически просто терроризируют украинцев, харьковчан своими ударами абсолютно бессмысленными. Ну, как вы уже ранее говорили в интервью другим средствам массовой информации, вот как раз по поводу этого удара, по последствиям этого удара, также соответствующие меры будут приняты в плане возбуждения всех процессуальных методов и дел и так далее. Поговорим о других преступлениях российской армии в Харьковской области. Вот как сейчас обстоит ситуация с фиксированием их, в частности, вот как раз на временно оккупированных территориях и те, которые находятся фактически возле линии боестолкновений. Если вот у ваших сотрудников, коллег там получать какую-то информацию, оттуда фиксировать их хотя бы, возможно, косвенно, понятно, что о более детальном расследовании будет идти речь уже после полномасштабного освобождения этих территорий. Если, возможно, сейчас получать эти сведения и уже готовиться к расследованиям в будущем. Что касается участков границ, участков мест, где идет линия боевого столкновения, там возможности прокурорам работать нет, фиксировать те военные преступления, поскольку там активные боевые действия. Что касается населенных пунктов оккупированных, соответственно, тоже возможности опрашивать местных жителей, или делать осмотры местопроисшествий, такой возможности тоже нет. К нам в органы прокуратуры и в следственные органы СБУ, полиции обращаются, многие местные жители и с оккупацией, в том числе и те, которые с оккупацией выехали, те, которые там находятся, с информацией про различные преступления. Это изнасилование и кражи имущества, и пытки, и все эти факты. Даже во время оккупации они вносятся в ЕРДР, начинаются уголовные производства, и собирается вся информация, которая, возможно, от заявителей, от свидетелей, если таковые есть. В некоторых случаях получается устанавливать и преступников, но это в большей степени в тех ситуациях, когда сами потерпевшие знают какую-либо информацию о военнослужащих, которые совершали эти преступления. Бывает такое, что та информация, которая частично предоставляется заявителям, она уже в последующем дорабатывается оперативными сотрудниками правоохранительных органов, это СБУ, полиция, и собирается информация через открытые источники и различные закрытые источники, боевые документы, которых во время деоккупации были изъяты, когда отступала российская армия. Эти боевые документы касаются и тех военных частей соединений, которые до сих пор находятся на Харьковском направлении. То есть со всех источников информации собирается информация для того, чтобы иметь доказательную базу совершенных преступлений. Что касается тех территорий, которые были около уже двух лет назад освобождены, украинской армией, той территорией Харьковской области, деоккупированной, как там происходит, продолжается ли расследование, продолжается ли обнаружение фактов тех преступлений российской армии, которые там происходили? Вот, например, недавно совершенно был вынесен заочный приговор командиру одного из взводов мотострелкового полка Максиму Янгаленко за преступление в Изюме. Вот много ли еще таких или таких подобных дел расследуется сейчас, что называется, на пути к судовому решению? Что касается новых фактов, то их уже не так много, но люди все равно продолжают сообщать. Там может быть один-два новых факта в неделю. Кто-то только привернулся в Украину, с Европы. Кто-то, например, находился в других областях Украины во время... То есть он выехал во время оккупации, там через РФ или через по мирным коридорам и находился в другом области. Люди, бывает, что приезжают со временем через года и заявляют про какие-то преступления, что касается их, их родственников, либо же знакомых. Но таких фактов, новых заявлений уже не так много. Большая часть работы, которая сейчас проделывается, она касается тех заявлений, тех эпизодов преступлений, которые были во время оккупации, по которым заявляли в первые месяцы после деоккупации. В течение полугода было очень много уголовных производств зарегистрировано. Проводились стабилизационные мероприятия с опросом буквально всех жителей, которые находились в оккупации, на предмет информации у них о совершенных преступлениях. Были задействованы все аппараты, сотрудники полиции, СБУ, прокуратуры города Харькова. Харьковская область дежурили, выезжали на усиление. Каждый житель Харьковской области, который был в оккупации, он был опрошен на предмет информации о коллаборантах, о военных преступлениях, которые были совершены военными РФ. И сейчас, с того момента, проводится работа по сбору доказательной базы, проведению экспертиз и так далее. И сейчас как раз активный этап идет уже осуждение тех, кто там находился. Это и предатели граждане Украины, которые там находились, занимали различные должности в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, и сотрудничали с военными РФ, платили налоги, регистрировались там, передавали добровольно свое имущество с целью получения каких-то дивидендов. Также сейчас активно идут приговоры по военным РФ, потому что с каждым месяцем информации все больше и больше, и попадают в плен военные РФ, которые активно отдают показания о совершенных преступлениях своих, либо же их сослуживцев. Также от разведки поступает информация, которую они постепенно собирают. Это и список сотрудников различных подразделений военнослужащих, это и боевые документы, которые касаются распоряжений по ведению военных действий на действенно оккупированной территории. И также различные документы, которые составляют офицеры, руководители подразделений о происшествиях, о актах мародерства по отношению к украинским гражданам и иные документы, на основании которых собираются эти доказательства о совершенных военных преступлениях. Дмитрий, вот чтобы подытожить как раз наш разговор цифрами, что называется, есть ли вот уже какие-то определенные цифры, показатели, статистика о общем количестве всех вот этих преступлений российской армии за время полномасштабной войны, учитывая вот то, что вы назвали, там и коллаборационизм, и прочие-прочие обстрелы, бомбардировки постоянные. Вот как бы общая статистика вот этих всех преступлений на сейчас, которое уже известно. Около 25 тысяч уголовных производств, которые касаются обстрелов города Харькова и Харьковской области, фактически это более 25 тысяч раз были совершены обстрелы с различных типов вооружения. Также около 2 тысяч уголовных производств, это касается совершенных военными РФ, дополнительно, кроме этой цифры 25, около 2 тысяч уголовных производств, это те факты преступлений, по которым были заявления от граждан, которые находились в оккупации. И около тысяч уголовных производств, касательно коллаборантов, с этой тысячей уголовных производств, порядка 400 приговоров мы уже имеем, около 400 дел находятся в суде на стадии рассмотрения, около 300, на стадии еще следствия, ожидания, экспертиз, возможности допроса свидетелей, поскольку, опять же, они либо не в Украине, либо в других областях, либо же там какие-то следственные действия еще не проведены, их невозможно провести в силу каких-то обстоятельств. То есть по этим около 300 дел, из этой тысячи еще следствие продолжается. То есть вот так вот в сумме, это около 30 тысяч, грубо говоря, вот таких фактов совершения преступления, за которыми стоят чьи-то жизни, чьи-то судьбы, и, в принципе, судьбы украинских жителей, жителей Харьковчан, жителей Харьковской области. Дмитрий, спасибо вам большое. Это был Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры. Мы обсуждали преступления российской армии в Харьковской области, постоянные обстрелы, непрекращающиеся, и те преступления, которые они совершали еще в период, когда та часть Харьковской области находилась под оккупацией. Российская армия была впоследствии деоккупирована украинскими войсками. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.